Следующий альбом, казалось бы, тоже про Настю, потому что начинается он с того, что Настя на фотографии на 1 сентября на фоне школы. Настя тут довольно мило, хорошо получилось. Вот это коллажик, я его сама делала. Настя идет в школу. И если перелистнуть страничку, можно опять-таки подумать, что альбом здесь чисто конкретно про Настю, потому что здесь продолжаются ее фотографии с первого класса. И рядом, кстати, для контраста я поставила себя с ней маленькой. Вот такая Настюха. Малышка была прикольная. В общем, на развороте этого альбома фотографии, которые делали фотографы, не я. Вот это слева делалась в фотостудии фотография, а справа приходили к ним в класс и фотографировали. Но когда мы переворачиваем дальше альбом, а нет, тут все еще Настин класс. Да, это тоже приходили, делали фотографы, весь класс вместе фотографировали. А это уже я фотографировала. Ну, если перевернуть страничку, мы уже увидим совсем на фотографии не про Настю. Посмотрите, может быть, вы догадаетесь, чей это первый класс. Первый класс шестилеток. Я думаю, вы все догадались, судя по тому, что фотография такая старая, что это мой класс. Это фотография моего первого класса. Сейчас найду себя. Может, и вы найдете. Давайте я не буду говорить, где я. Вы напишите в комментариях, нашли ли вы на этом фото меня. Сейчас мы всех-всех-всех покажем. Где же здесь я? И стоял наш класс под памятником Ленину. У нас был такой памятник в городе, потом его снесли. И в следующем фото опять мой класс, но уже четвертый. Давайте опять найдем меня. Вот нижний ряд учеников. Средний ряд учеников. По центру наша учительница Светлана Ивановна. Очень хорошая женщина. Она и сейчас еще в школе учит детей. И верхний ряд учеников. Вы мне потом напишите, в каком ряду вы нашли меня. В нижнем, среднем или верхнем. Перелистнув страничку, мы уже видим класс папы Настиного. Класс Костей. Третий Б класс. Фотографии делали черно-белые на тот момент, видимо. А вот и наш папа Костя. Кстати, дизайнер был отличный. Посмотрите, как красиво сделали. Вот учительница. А вот сам Костя. Вот такой он был в детстве мальчишка. Очень симпатичный. Я тоже себе такого сына хочу. И дальше в альбомчике опять идет неожиданность. Сидит вот такой ребеночек. Как думаете, кто это? Да, тут подсказка. Город Черкасса, 1983 год. Да, это я. Видите, я вам подсказываю. Палечком показываю на это надпись. Это я в детстве. И дальше я тут налепила своих детских фотографий в альбоме. Это для того, чтобы можно было сравнить. Меня приблизительно в этом же возрасте, как Настя. Ну, приблизительно. Вот это 90-й год. Это мне здесь 8 лет уже. Вот это я с моей сестричкой, с которой мы вместе не росли. У нас разные мамы, но один и тот же папа. Таня, сестра. И это, наверное, тоже 90-й год. Да, тоже мне здесь 8 лет. А на следующей фотографии надпись. Курорт Кисловодск, 1973 год. Меня тогда на свете еще не было. А Костя был уже вот таким. Посмотрите. Это он и его братик какой-то двоюродный. Вот Костя сидит в дереве в каком-то дупле. Честно, я бы побоялась в такое дерево залезть. Вдруг там какие-то жуки или осы. И опять-таки, какой мега симпатичный мальчик. Правда? Таких мальчиков надо в фильмах снимать. Вот. И опять-таки, я хочу себе такого же сыночка. Следующая фотография в этом фотоальбоме. Вот такая девочка. Которой, кажется, слезы на глазах. В общем, дело было так. Мне на лоб села муха. Это я, вы догадались, да? Видите эту муху? И она меня начала кусать. Но я же понимала, что надо сфотографироваться. Вот поэтому я так слегка начала плакать. Но при этом ни рот не открыла, ни закричала. И эту фотографию повесили где-то на работе у моей мамы. Написали. А мы все равно не заплачем. На следующих фотографиях есть люди, которых уже нет в живых. Это моя бабушка любимая. Вот справа. Видите? Она, кстати, была очень низенькая. Это именно та бабушка, про которую я вам рассказывала. Она пережила блокаду Ленинграда. Но в старости она пела песни. Была очень жизнерадостная. И она большой пример была мне для подражания. Благодаря ей я выросла тем, кем я есть, я думаю. А на второй фотографии Костя со своим папой и братом. Вот, видите, его папы уже давно нет в живых тоже. Он умер довольно молодым. Справа брат Паша. И слева Костя. Это у нас какой? 91-й год. В общем-то, я эти фотографии здесь прилепила рядом. Почему? Чтобы те, кто будет их смотреть, понимали, какая у нас с Костей разница в возрасте. Потому что это примерно один и тот же год. Вот как выглядела я. И как выглядел он. У нас с ним 13 лет разница. То есть я тут еще ребенок совсем. А он уже взрослый парень. Уже почти дядька. Но, кстати, мне вполне нравится такая разница в возрасте. Потому что, когда мужчина у тебя старше, ты себя чувствуешь всегда молодой, красивой. На следующем фото мне где-то 11-12 лет. И рядом мои брат и сестра Костя и Таня. Мы встречались, мы гуляли вместе. Наши мамы очень дружили. Несмотря на то, что, можно сказать, мой папа нас бросил, ушел к ним. Это не помешало нашим мамам быть очень дружными. Вот, хотя бы ради того, чтобы братья и сестры друг друга знали. И следующее фото в альбоме. Фото с нашей, с Костей, свадьбы. Мне здесь 17 лет. Косте 29 или 30 уже. И вот так мы вполне гармонично, по-моему, смотрелись. Мы как только поженились, Костя мне сказал, я хочу уже быть папой, мне уже пора. Я не протестовала, я была уже готова быть мамой. Очень люблю детей. И любила, еще лет с 14 я мечтала уже о том, что выйду замуж, у меня будут детки. Вот, поэтому у нас очень быстро и появилась наша Настя. И следующие фотографии в альбоме уже как раз посвящены нашим малюткам. Вот это Настя наша маленькая. А это Катя новорожденная. Это тоже Катя с соской. Настя наша соску не признавала, выплевывала. Тут Катя уже постарше, это она в маршрутке так ехала. Вот Настя Катю поливает. Купались они вместе, когда были малюсенькими. Это я с Настей в парке, в детском парке. А здесь Настя Катю угощает чем-то, видите. По-моему, просто поет чайком. Это Катя сидит на детском стульчике. И рядом Настя за столом. Это мы в той своей однокомнатной квартире на ЖД вокзале жили тогда. И это наша кухня. Кухня была малюсенькая. Здесь вот сбоку еще располагалась плита. Несколько шкафчиков и все. Все, что помещалось на этой кухне. Следующий разворот богатый воспоминаниями, фотографиями. Вот это Костя с Настей. Настя ни в какую не спала. Два часа подряд это максимум. Мы страшно тогда не высыпались. Вот мы пытались приучить ее к соске. И вот эта Костя пытается поспать хоть немножко. Это такой кадр, можно сказать, секундный. Костя носил-носил Настю на руках. Она кричала. Потом вроде бы уснул. Он прилег. И только-только он думал поспать. Как она, видите, уже видно по фотографии. Заново уже готовится закричать. Уже эту соску выплевывает. Так спокойно они не лежали, конечно. Постоянно Настя на руках была. Ее кричали. Вот это тоже Настя. Это ее сфотографировала в сравнении с подушкой. Чтобы было видно, какая она малюсенькая. А это уже Катюха слева. Вцепилась мне в волосы. Тут ей где-то две недельки. Дальше Настя с Катей. Это их любимая игра была. Настя вот так становилась. Катя под ней пролазила и наоборот. А на этой фотографии Насте всего пять месяцев. Получилось так, как будто она машет ручкой и передает привет. Для пятимесячного ребенка это достаточно интересная фотография. Такая удачная. Следующий разворот опять целый калаш. Это я только после роддома. Вот видите, это Настя, по-моему. Да, наверное, это Настя. Видите, тоже толстая была. Вот как сейчас прям. Потом уже похудела. Так, это у нас Катюха. Это тоже Катюха с девочкой со двора. А вот Настя. Смотрите, какая она была светленькая. Ей здесь где-то года три. И это она учится кататься на роликах. Первые ролики с четырьмя колесиками. Дальше Настя, болеющая ветрянкой, сидит на папе. И Катя с котенком сидят на стиральной машинке. Такие довольные. Дальше я с девчонками. Я тут лошадкой была. Настя на мне каталась, а Катя подлезла под меня. Просто снизу подлезла. Вот такие мы тогда были. Дальше фотография Кати, которую я послала на какой-то конкурс в газету. Я не помню, как назывался конкурс. Но эта фотография его выиграла. Ее напечатали в газете. И мне прислали фотоальбом. Я только помню, что газета Труд называлась. И дальше уже идут более старшие фотографии. Это Настя в садике. Над Настяным садиком шествовал водоканал. Поэтому у них все время какая-то тематика была связанная с водой. Вот с экспериментами. Вот это на нее надели такой костюмчик. Это Настя с Катей в маршрутке. Едут. Да, я любила фотографировать даже в маршрутках. И вот здесь видно, что это 2004 год. Вот я и вот Настюша. Катя, наверное, дома тогда была. Такие мы были в 2004 году. И это наш друг Микки Маус. Дальше 2005 год. Смотрите, как растут девчонки Настюха. Катюха. Катюха всегда была такая улыбчивая. Просто деловая и улыбчивая. Вот Катюха. Кстати, вот эту игрушку ее сделала тетя Оля. Это третья жена моего папы. Она шьет игрушки. Я вам про это уже тоже рассказывала. Вот эта замечательная обезьянка. У нее залепляются ладошки на липучки. И получается, что она тебя обнимает за шею. Она же нам и перчатки некоторые шила. Помните? Кукольные. Дальше две фотографии из садика. И тоже посмотрите. Катя смеется. Видите? Хотя ее фотографируют незнакомые люди. Там фотографы. Меня рядом не было. Это в садике происходило. А Настюха вся такая перепуганная. И вот так по жизни почему-то у нас так и было. Катя более такая не стесняется. А Настюха везде стеснялась, зажималась. Еще одни фото от фотографов с садика. Не знаю, как костюмы. Мне здесь очень понравилось выражение лиц. И у Кати, и у Насти такие нежные лица получились. Вот костюмы, конечно, не знаю, какие-то странные. Но сами фотографии весьма интересные. И еще фотографии от фотографов с садика. Как видите, фотографы старались зарабатывать. Приходили с разными костюмами. Какой же родитель не купит такую фотографию? Правда? Конечно же, мы их покупали. На память себе. Вон, как Катя вцепилась в эту волшебную палочку. Дальше у нас идут фотографии из лагеря. Я там была вожатой. Вот слева от меня тоже вожатая. И Настя верхом на мне. Настю мы взяли в свой отряд. Хотя там были детки постарше. И вот Настя вместе с Катей тем летом. Я не помню, какой это год. Ну, а здесь уже подписано, какой год. 2007. Это Настя с Катей. Летом в таких веселых костюмчиках. Очень хорошо помню этот период. Девчонки, видите, уже еще подросли. Помню, что Настя тогда никак не могла купить обувь. Вот в этих уже жарко было. И вот эти фотографии сделаны в центре города. Такое ощущение, что в каком-то лесу. По-моему, достаточно неплохо получилось. Правда? Следующие фото с мыльницы. Посвящены тому, как Настя с папой ездили на Кавказ. Насте было 5 лет. Вот остались такие воспоминания. Один раз она там была. Я, по-моему, когда-то рассказывала, что Костя родился в Минеральных водах. И у него на Кавказе есть родственники. Его двоюродный брат Игорь крестил Катю нашу. И вот Костя, видите, выбрался на Кавказ съездить с Настей. Но, к сожалению, только один раз. А Катя там еще вообще не была. Вот такая там есть фигурка, крокодил такой. Справа на фотографии жена Костиного брата. Они тоже ездили на Кавказ тогда. Я не ездила. Я была с Катюхой дома. Я вообще ни разу не была на Кавказе. Да и в России вообще не была. Но очень хочу съездить. И заканчивается фотоальбом уже фотографиями, 2008 года. Жена Сте и Катя еще подросли, как видите. Вот это они во дворе с подружками. Если вам понравилось это видео, понравилось смотреть фотографии, слушать рассказы, пишите. Я могу снять еще. Альбомов у меня много, вы видели. Я могу вам показать еще много других фотографий. Но я не знаю, захотите ли вы смотреть. Поэтому я жду комментариев. И всем пока. До новых видео на канале Вредина Лайф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok